Всем привет! Малыш еще спит, но она совершенно не горячая. Я ее потрогала и вот думаю, сейчас я ее, наверное, разбужу, сделаю ей еще один тест на корону. И если он будет тоже отрицательный, то, наверное, можно даже ехать на щенячий патруль. Вообще я проснулась от веселого голоса Насти на кухне. Мы с папой расслабляли. Да, я слышала. У вас же в деревке это было? Нет, просто у вас и через двери было слышно. А ты уже что, уезжаешь? Я канюш, да, я ей обещала там помочь поснимать, что не надо в универ. А потом что, уже в Карпаты? Я была уезжаю. Ясно. На стены на неделю бросает. Бросает. И уезжает в Карпаты. Довольная такая. Это нервная. Да. Немножко страшновато. Надо будить малую и делать ей тест. Не горячая, она вообще не горячая. Так отлично. Что у тебя на голове? Может быть, на голове у человека с утра. Я сфоткаю. Ты еще и сфоткаешь? Покажи. Ты какая-то усы у таракана. Да-да. О, боже. Да уж. Только проснулась и взялась за камеру. За камеру. Привет, толстопопый. Татошки. Кошки. Ох, и крутичок. Все сразу позаходили. Зелененький тест. На этот раз Настя купила. По-моему, такой, как у нас на начале был с Костей, когда мы заболевали. Мне больше всего нравилось, если это такой. Лисеночку, конечно, не понравится сейчас это все дело. Но что делать надо? Надо. А если хочется поехать все-таки на это мероприятие, которое она так долго ждала, то на всякий случай надо еще раз сделать тест, чтобы мы понимали, что мы не заразные, никого не заразим. Так, сейчас, пока Маська спит, мы ей смирим температурку. Сюнная такая. Такая сюнная девочка. Спи, спи еще, закрывай глаз. У нас уже воскресенье. Да, воскресенье. Нет, она вообще не горячая. По-моему, горячая. Да, мне показалось, она горячая. Или у меня рука холодная, но у меня лук горячая. Наверное, у тебя рука холодная. Не трогай тогда холодными руками. Я хочу попить водичку из этой бутылочки. Держи. Очень удобно ночью пить из бутылочки с соломинкой. Мы уже давно-давно забыли про эти бутылочки. А вчера мы их откопали на кухне. А что? Потому что реально удобно пить лежа, понимаете? С чашки лежа не попьешь, надо вставать все время. Вот, так что сейчас посмотрим, что там у тебя за температурка. Что, ты хочешь поехать на щенячий патруль? Да. Да? Потому что воскресенье. Дождались, да? Считала-считала дни. Да, каждый день. Прошли и вторник, и среда, и четверг, да? И пятница, и суббота. Да. Да. Сначала был четверг, потом была пятница, потом была суббота, потом воскресенье у нас. А как ты себя чувствуешь, Алисочка? Ты же болеешь. Ой, я бутылочку возьму, попью. Ты себя хорошо чувствуешь уже? Горлочко болит? Да. Чуть-чуть болит. А голова? Не болит уже. А ушки? Просто чешется, я чешу. Ну, вчера не купали. Ну да. Потому что ты в косичках захотела спать, вот оно тебе чешется. Косички же стягивают, понимаешь? Папа, я тебе что-то скажу. Давай. Мне в косичках ночью удобно спать. Удобно? Спать удобно. А они тебе не дают на голову? Не дают. А что она мне вчера сказала? Что мне удобно в косичках, не снимай мне. А теперь чешешь. Потому что они тянут, понимаешь? Все равно стягивают волосики. Лучше снимать на ночь. Ушки не болят, ты скажи, сегодня? Тут болит ушка, а тут не болит. Понятно. Может, правда ушки температуру дает? Когда держу, атака болит. Градусник? Да. Наверное, папа сильно нажимает, да, папа? Просто чуть-чуть в руку положила. Оля, как сразу проснулась, как вспомнила, что в воскресенье. Зайка маленькая. Алис, ну так давай так договоримся. Если мы поедем на щенячий патруль сегодня, то нам надо еще раз тест сделать. В носик. Я аккуратненько тебе сделаю, и мы посмотрим. Ну, чтобы ты никого не заразила вдруг, мало ли, Алис. На всякий случай. Зайка, мы тогда уже будем 100% уверены, что у тебя не корона. Если сегодня тоже тест отрицательный будет. Давай. А я аккуратненько-аккуратненько. Хорошо? Масечка. Нет. Нет? Ну тогда давай не поедем на щенячий патруль дома, останемся. Хорошо. Хорошо? Не поедем на щенячий. Алис, ну-ка ворнуть тебе в носики чуть-чуть, палочка, и все. Я не хочу. Она эти тесты не любит ужас. Я буду дома. Ты так его боишься, что даже щенячий патруль согласна пропустить. Который так ждала. А ты ждала, ждала, дни считала. Из-за этой чепухи ты хочешь его пропустить? Если б я так хотел пойти на концерт, я б сказал вам, не ковыряйся у меня в носу сколько хочешь. Я на концерт хочу. Надо на диплёрпом билет купить. Зачем? Ты вам купил куда-то билет, и два года не можешь попасть. Куда там? Найтвиж. Найтвиж, да. Все переносит и переносит два года. Из-за коронавируса. Вообще это странно. Вон сколько всего. Вот даже щенячий патруль, да, ничего не переносит. Маха пришла. Мама. Нет. Это моя бутылочка. Маха, ты что? Нельзя. Эти кошки. Везде им надо нос свой сунуть. О, улеглась. Хвост умная лиса. Шарфик тебе сделала. Да, Маха? И мурлыкает. Давай подвинем бутылочку, правда. Чтоб она ее не нюхала. А могут уши вообще давать температуру, да? Наверное, могут. Мы просто никогда таким не страдали, но никогда. Здесь она орит одно ухо, еще сегодня болит. Да, Маха? Ну, хоть голова уже не болит, слава богу. Мы сейчас с Алисой играем то в одно, то в другое. Гляньте, какую вчера машину из конструктора они с Костей построили. Это мы вместе. Да. Очень классно. Ты подсказывала, что делать. Красный низ, желтый верх. И ездит она хорошо. Маха на кухне ночевала, да? Маха, чего прямо мы не на ноги. Да. Так ночь без нее хорошо прошла. Боже, она каждую ночь топчется и по мне, и по Алисе. Постоянно туда-сюда, туда-сюда лазит. А сегодня она, видать, ночевала на кухне. Мы прямо выспались, да, Лисюшка? Да. А теперь Маха соскучилась. Что, хватит 8 минут? Ой, да. Ой, если не спать хочется. Сколько? Вы готовите 6,6. Я же говорила, она не горячая. Да, 36,7. О боже, косички взорвались. Что сделали? Взорвались? Они просто стали, как раз, как-то растрепались. Взорвались. Я сделала так лучше поднимашину. Да. Что, странно? Вот проснулась и 36,6. Если бы у нее был какой-то вирусняк, у него бы и сейчас была температура. Не может такого быть, чтобы только один день было. Правильно? Мама, я не хочу. Да я аккуратненько. Мама, нет. Поднимай. Вот так вот. Я очень аккуратненько. Мы вчера уже делали тест на коронавирус. И он был отрицательный. Но я решила, что необходимо все равно сегодня еще раз повторить. Поскольку мы собрались идти на мероприятия, где есть другие люди. Если, конечно, сейчас тест покажет положительный, то мы никуда не поедем, не пойдем, чтобы никого не заражать. Ну что, малышка? Все хорошо. Все, сейчас поедем на щенячий патруль зато. Что тут кучу каких-то смотришь? Пять каких-то этих штрихов. Видишь? Справа, слева. Может, он еще и на антитела? Ты инструкцию смотрела? Да нет. Я думала, это такой, как нам Настя первый раз покупала. Он вообще какой-то другой. Так я же два покупала. То есть в красной упаковке один еще остался. Ну да, у красной такой, как мы вчера делали. Но я решила лучше разные сделать. Он одна уже, видишь, ни корона у нее. Может, вторая позже появится? Не-а, она когда корона вспомнит, сразу появляется. Не, мы подождем 15 минут, конечно, но, думаю, не появится. Не корона у малых ушей, наверное. Какое же на улице солнышко. Давно не было такой погоды, как весна. Хотя градусник минус три показывает. Аж позагорать хочется. У меня как раз высох лисеньким костюм. Вот этот я его выстирала. Как раз на деле чистенький. Вот этот, в котором ты. Капаем мы лисенку в ушки от Типакс, который лор прописал. Вот капельки такие. Вчера Настя купила, нам привезла. Настя на неделю уезжает. Катя, скорее всего, тоже в универ поедет. О, боже. Ну, что за резкое торможение. А, собака перебегала дорогу, представляете? С какой-то колбасой в зубах. Ах, эти животные кидаются под колеса. Ух ты, какую лисомышку нарисовала. Это лапки, да? Да, лапки. И хвостик длинный, и ушко. Это настоящая мышка. Умничка. Стекла что-то у нас запотели. На улице уже плюс три. Я думала, что там минус три, а там плюс три. Еще Алиса мышке сыр нарисовала. Вон он. Даже с дырочками. Лисенок будет ехать на плечах. Воскресенье, тут горы. Костя говорит, тут где-то Владимир Иванович. Потому что по воскресеньям тут сборы у коллекционеров значков. Ой, монет, монет. Я думаю, что за толпа людей. А тут монеты всякие. Обмениваются, рассматривают. Я Маську так запаковала, что в уши уж точно ничего не задует. Все, мы пришли. О, людей еще почти нет. Еще очень долго будем ждать. Потому что билеты все были раскуплены. Непонятно, чего некоторые обвязанные места. Вот наше место на втором ряду. Надо придется пропускать всех. Ну да, придется пропускать всех. Ты можешь пока Алису просто рядом посадить, чтобы люди могли проходить. А потом, когда кто-то на это место придет... Алиса, может ты с ней поговорить с ней? Я боюсь. Кого ты боишься? Синячего патруля. Синячего патруля боишься? Ты же их любишь. Чего ты их боишься, зайка? Еще меня страшно. Синячего патруля деда. Ай, люди кашляют сплошь и рядом. Ну как же не продают, если вот у меня куплен ряд 3, вместо 1. Вот мое место, где я буду сидеть. Вот, прям сбоку. Специально купила, чтобы я могла там, если что, с камерой ходить. Да, Алис, не выдумывай. Ты трикотажа не боялась? Чего ты вдруг боишься? Да, Кирюша там. Кирюша тоже тут сегодня будет. Вот так вот с моего места видно Алису с Костей. А сейчас вот я заглядывала на сайт, только на балконе несколько мест осталось. Все-все-все места раскуплены полностью. Представляете? Для нашего города Синячий патруль это большое событие. У нас город небольшой и... Ну, такого нет, чтобы часто такое было. Это проездом один раз они выступают и все. Если бы мы жили в большом городе, по типу Киева, то, конечно, мы бы еще таких событий могли найти. А так? Я пока взяла Алису к себе, потому что там мимо Костей все время проходят люди, ну, рассаживаться будут еще. А я-то сижу с краешку, мне никого не нужно. И отодвигаться тут пройти можно свободно. Все нормально, Алиска не горячая. Как будто бы и здоровая. Пока напряженная. Напряженная, что-то так думает, что что-то будет. На него и спались. Да? Да, тоже. А я говорила, надо раньше спать ложиться. А ну-ка, ну-ка, дай подожди. А ну, дыхни на мамке. Что-то мне ацетоном пахнет вроде от нее. Еще нажаловалась и вчера, и сегодня, что у нее животик побаливает. Показывала мне, вот там, где пупок. Может, у нее ацетон вообще просто побахнул вчера. Я даже об этом не подумаю. Мне так удобно. Надо сегодня проверить, надо палочки. Или найти дома, или купить новые. А вчера я не уловила запаха, а сегодня вроде есть. Де-я-ры. 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 Де-я-ры прочитала Алисочка. Умничка. Только наоборот надо читать. Смотри. Встань вот так. Вот так. Вот, видишь? А теперь читай второй. Второй. Ре. Ре-я-ды. Ре-я-ды. Получается ряд. Второй ряд. Поняла? На втором ряду сидите вы с папой. А я на третьем. Люди приходят, но потихоньку. Потихонечку наполняется зал и балкон. Несколько минут до выступления зал уже наполняется. Я вижу Васю с Кирюшей. Вон они сидят в самом первом месту с края. Вон они нам машут. О, еще не началось представление, но пропустили мыльные пузыри. Выходите, выходите. Выходите, выходите. Я пока присела спереди. Здесь пусто пока. Передний ряд часто так почему-то пустует. Я пока поближе к Алиси с Костей присела. Давай ее, наверное, сюда посадить. Переконливо просимо вас не дозволяти дітям підійматися на сцену під час вистави. Вау! Вау! Хто не дозволить побуду? Правильно, це гонщик. А це чей девіз? Гонщику! Вітаю вас, дівчатка і хлопчики! Всім гал-гал привіт! Ось сюди Кріпиша! Кріпишу! 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 Вітаю всім! Ага, привіт! Привіт, хлопці! Нарешті ми вже всі зібралися. Наш девіз? Ще я там завжди треба повернути! І тут і Алиса, і дівчатка, яка сидела рідом, начали спрашивати у нас у родителей, а де ж Маршал? Ну реально, чуть ли не самый главний герой мультика, і почему-то Маршала не було. Алиса ще й про Зуму спросила. Ну я їй сказала, наверное, Маршал і Зума заболіли. Соку, соку, віра віра! Соку, бать! Соку, віра, соку, бать и віра! Потом щенячий патруль начал учить танцам, я посчитала это не очень хорошей идеей, потому что детям в зале было тесно. Они вставали, пытались повторять. И переносим ее в бик. Кладем вот так. А сейчас берем одну рейку и ставим ее на место второй. Закрепляем надеянно. Вот и все. Молодец. Готовы? Приятным сюрпризом было увидеть мэра Гудвей, костюм. Мы с Алисой такого костюма еще не видели ни у кого. Реально она была похожа на себя из мультика. И даже Ципалету как персонаж ввели. Ципалета, расскажите про наше місто, а я буду кутко вдохкать. Хо-хо-хо-хо-хо. Райдере, катастрофа. Ты кла моя ципочка. Моя Ципалета. Я Райдер Кличер. Я Гонщик. Щеня поліцейский. Я Роккі. Щеня механік. Я Скай. Щеня повітряний рятувальник. Я Зік Райдер. Лідер щеняць. А разом мы Щенячий патруль. Отже, треба знайти ципалету і повернути її додому. Тобто мэру Гудвей. Ципалета, ти дай. Тип-тип-тип-тип-тип. А потом снова, как и когда было три кота, принесли этот огромный мяч снежинку. Запустили его в зал. К огромной радости всех детей. И Алиса бегом перебралась к папе на руки. Потому что он еще в начале спектакля ей обещал, что он ее будет спасать от этого большого шара. Что он будет его отпихивать. И чтобы она не боялась. Но Алиса в этот раз смотрела не на пузыри и не на шара. Она смотрела на то, как ловили ципалету. Ну, потому что и шар, и пузыри она уже видела. И тогда, когда три кота были. Я даже подумала, что это, наверное, одни и те же актеры там играют. Что и три кота были. Раз и шар такой же в зал запускают. Единственное, что этот раз шар запускался один раз. Когда было три кота, по-моему, или два, или три раза шар запускали. И я все рассматривала, достанется ли подтолкнуть этот шар Кирюше. Потому что, когда было три кота, он очень сильно хотел этот шарик, чтобы к нему долетел. Но он сидел с мамой очень далеко, почти в самом конце. И шар к нему не долетел. И он тогда очень расстроился. Мы потом, когда вышли, уже после трех котов вместе гуляли, то он был очень этим расстроен, что к нему шарик не прилетел. И вот в этот раз он к нему как раз-таки прилетел. И Кирюша смог его и толкнуть. И я его счастливое лицо увидела. Вот, так что мечты сбываются. И слава Богу, пускай так будет всегда и у всех деток. Шар недолго походил по залу, и его забрали. Потом появилось привидение. Это, конечно, было не привидение, это был Рокки. Ну, актер в костюме Рокки, который был накрыт простынёй. И здесь сделали такое, что вроде бы как Рокки лунатик, он ходит во сне, потом сам про это не помнит. Но маленькая девочка, которая сидела рядом с Алисой, она всё время пряталась вниз под кресло и ждала, пока это привидение исчезнет. Её мама всё уговаривала вылезти и говорила, Да это Рокки, да не бойся. Щенячий патруль, я за Даня. Титры, давай пусти разом крыкному. Рокки! Я обратила внимание, что Алиса уже не боится громких криков, когда толпа орёт, она уши уже не закрывает руками, и относится к этому вполне нормально. Привыкла. И в самом конце выступления вдруг появилась Эверест в очень красивом костюме. Жалко, что только в самом конце. Пойдём фотографироваться. Иди, дай ручку, поздоровайся. Привет! Привет, садись! Иди, садись! Подбежайся и притягивайся! Алис, сделай класс! Сделай вот так, класс! Покажи класс! Кричи, ха-ха-ха! Купили Алисе шарик. А здесь вот такой вот. Всё, едем домой. Ну что, тебе понравился щенячий патруль театр? Понравился. Вот здесь всегда продают. После трёх котов продавали игрушки. После щенячьего патруля тоже. Не знаю, куда они дели маршала. Что это за щенячий патруль вообще без маршала? Не было его на представлении. Иса говорит, изумы не было. Слушай, Кость, нам это, надо купить, наверное, полосочки эти на ацетон. Или они есть дома? Ещё не было трекера Рекса. Да. Слушай, она мне два дня жаловалась, что у неё живот побаливает. И я даже не подумала, что это мог ацетон бахнуть. Вчера. Надо проверить. Я вообще не подумала. Я вчера думала, вдруг аппендицит и то и сё. Не знаю. Лор сказал, конечно, что уши. Как-то ацетоном тоже попахивает от Алиски. Костя зашёл в магазин. Алиса пока уснула. Спит. Со своим шариком. О, вот и Костя. Ого, ты накупил. И, кстати, в этом кресле у неё реально голова вперёд не падает, когда она спит. Так что я очень рада, что мы его поменяли. Видите, там такой подголовничек специально. И на нём написано, вот видите, от 15 до 36 килограмм это кресло рассчитано. У Алисы где-то 18-19 килограмм. Вот это группа 2-3 кресел уже. Ну, для деток постарше. Так что креслом мы довольны. Ты почаще пиши, что у тебя всё нормально. Мы только подъехали домой, тут Настя отъезжает. Оля приехала? Да, только что зашла. Пока. 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 Мы подъехали, обалдеть. Ничего, не скучайте. Да, попрощаться. Пока. Пока. Пиши в Вайбере, чтобы всё нормально. Я ещё и лекции по дороге сейчас буду. Отвлекаться, да, за рулём. Настя, у тебя точно есть там всё? Костюм тёплый, шапка, перчатки тёплые. Всё дела, да. Точно? Всё. И брат мой на встречу. Привет. За сокровища. Ну да, ты решил затестить сходить. Алиса, привет. Алиса, привет. Привет. Настя уехала уже. Я видел. Да, Настя уехала. Ну, короче, пойду затестить. Давай. Давай. Это я брату подарила свой, ну, не подарила, да, в пользование свой металлоискатель. Я покупала два, ему на подарок и нам, в общем. И тот, который наш, он пролежал на чердаке, мы вообще ни разу им не пользовались. А у брата уже успел поломаться, тот, который я ему дарила когда-то. Вот. И он говорит, у вас где-то был ещё один, типа, можно я возьму? Я говорю, бери. Дверь закрой. Я говорю, бери на долгое пользование, потому что всё равно он у меня лежит. Так что и второй металлоискатель к брату перешёл. Да? Всё, идём домой. Вылежай. Сонька. Сплюшка. Сейчас пойдём проверять, киня нацетон. Помоги, не отпусти. Я так злюсь сама на себя. Вот, сделала тест и уже плюс. Небольшой. Здрасте, тётя Оля. Тётя Оля, я тебе что-то скажу. Это я, Алиса. Я тебе что-то скажу. Сейчас, Алисочка, она к енотику сходит, тётя Оля. Я думаю, если раз нестерильного, то ничего страшного. Короче, всё из этой короны. Я не почувствовала запаха ацетона вчера у ребёнка, потому что у меня ещё запахи нарушены. Представляете? А у неё явно бахнул ацетон, поэтому, видать, была и температура. Вот оно что. И поэтому и на живот она жаловалась. Так, ну, мне оно даже ближе к среднему, чем ко второму. Вчера наверняка был вообще бордовый, учитывая её температуру. Сегодня мы её поотпаивали водой, наверное, он сегодня уменьшился. Как я не подумала, были же у нас уже проблемы с ацетоном. Вот прям себя ругаю. А я сразу корона, бедному ребёнку два дня подряд тесты эти в нос сую. А оно мне отрицательно, отрицательно. Как будто кроме короны, блин, проблем не бывает. Вот, пожалуйста.